Ну, там хотят объявить выходную неделю в начале ноября, а что будет дальше, непонятно. Да, ситуация как-то в России не очень в этом плане. Не очень, прямо скажем. К сожалению. Иван, а вы сейчас где находитесь? Я сейчас в Германии, я сейчас в Гисоне, это рядом с Франкфортом. Но я буду скоро переезжать в Мюнхен. У меня как-то, я скачу по планете. Понятно. Вы с Файзером скачете или как? Да, с вакциной-то да, с Файзером. Не, последние два года я никуда не выбирался. До этого я достаточно много ездил. Последние два года я сидел себе в Гисоне, в лесу. Ни конференции, ничего не было вообще. Это как-то затронуло всех. Ну что, начинаем. Я не беру, что-то прибавится. Вы что, заходите, что ли? Не-не, не надо. Зачем? Таким идти как. Кринч. Ну, радует только то, что там у нас... Уже 22. Достаточно много. Это как бы две группы практически. Да. Самые стойкие остались на кафедре еще. Ну, это последние остатки. Алина Банк. Последние. Доживающие. Доживающие. Давайте, наверное, начнем. У нас совместный семинар с биосеминаром. И мы слушаем доклад Ивана Калударова. Он на экране, все его видят. Я его не буду повторять. Иван, пожалуйста. Спасибо большое. Я хочу сказать, что я благодарен за этот шанс выступить в своей альбоматор. Поэтому огромное спасибо за это. И выступить в аудитории, в которой я слушал столько лекций. Так что спасибо. Сперва пара слов о том, как я вообще двигался в науке. Я закончил БГУ в бакалавриат на биохимии. И после этого я сделал магистратуру совместно с ФТИ и Йорфе, где я изучал изменения конформации белков методом рассеяния света. После чего я сделал несколько коротких стажировок, в том числе стажировку в Оксфорде, где я встретил профессора из Австралии. И потом я поехал уже, собственно, в Австралию, в Брисбен, в университет Квинзлэнда, изучать яды в аспирантуру. После этого, где я там провел 4 года, после этого я поехал на 2 года в Японию на Окинаву, в Войст. Это вот картинка справа внизу. И после Окинавы я поехал в Германию изучать яды пчел в университет Юстуса Либиха. И после этого, вернее, одновременно с этим я получил феллошип Александра Гумбольта на изучение ядов с помощью машинного обучения, чем, собственно, я вот сейчас начинаю заниматься. Основной мой интерес – это в науке. Это какого рода изменения лежат в основе эволюции новых свойств и функций. Ведь эволюция развивается тем, что животные приобретают новые свойства, эти новые свойства открывают новые ниши, новые ниши, собственно, развиваются, и в этих новых нишах новые функции и свойства и так далее. Но нет четкого понимания, как и что лежит в основе, и как гены изменяются и мутируют для того, чтобы появлялись, собственно, эти новые функции. Как связаны яды и эволюция функций? Яды, по сути дела, в животных. Это коктейли белков. То есть, конечно, там присутствует много других молекул, и есть множество всяких мелких молекул. Например, яды муравьев на 90% – это, по сути дела, всякие кислоты. Но основой – это белки. И белки, естественно, происходят из каких-то генов. И парадигма в том, что гены этих токсинов, они происходят из так называемых физиологических генов. Но тут, конечно, следует немножко остановиться на том, что называть их… То есть, в литературе научной они называются действительно физиологические гены или телесные гены. Но это немножко неправильно, потому что с точки зрения животного их яд настолько же физиологичен, как и любая вещь внутри их организма. Поэтому есть предложение, не мое, но я его поддерживаю, называть их эндофизиологические гены и экзофизиологические гены. То есть, гены и белки, которые работают внутри непосредственно организма, и гены, которые, как бы, чьи продукты работают вми организма, например, собственно, яды. Чем хороши яды? Тем, что в их случае один ген соответствует одной функции, ну, почти зачастую, почти во всех случаях. Что, разумеется, как вам хорошо известно, не так почти во всех остальных случаях. То есть, когда летучая мышь развивает себе крыло из руки, это в этом задействовано множество генов. Или развитие какой-нибудь другой крупной системы или органов, оно всегда затрагивает множество генов. И проследить, какие конкретные изменения произошли, непросто. Тогда, как в случае с ядами, это обычный линейный процесс. Это физиологический ген начинает меняться, и эти изменения можно проследить. И можно, как бы, конечно же, тяжело определить четкую границу их перехода, но более или менее сказать, это токсин или не токсин, условно просто по структуре. Тут, конечно, опять-таки стоит остановиться, что яды, они действуют в контексте. И, например, человек, если кого-то укусит, то он не считается ядовитым, даже несмотря на то, что слюна человека, попадая в что-нибудь в организм, может вызвать какую-то реакцию. Ну, и, как известно в медицине, укусы человека хуже укуса собаки. Но это не делает человека ядовитым. То есть нужно, чтобы организм использовал этот белок как бы постоянно для поделенного, для защиты или для добычи пропитания. Яды распространены повсеместно в животном мире. То есть существуют ядовитые почти все, существуют даже ядовитые млекопитающие. Это лемуры лори, у которых в локтях есть специальные железы, которые высасывают яд из железы и потом кого-нибудь кусают. То есть метод, орган, который производит яд, он не всегда тот орган, который доставляет яд. Но если не затрагивать млекопитающих, ядовитых животных, как известно, очень много. То есть, конечно, нам больше всего известны змеи и в меньшей степени известны все остальные. Но, например, пауки, они ядовиты почти все. Точно так же почти все перепончатокрылые ядовиты. И с недавних пор известно, что ядовиты, в том числе некоторые ящерицы. То есть было известно, что ядозуб ядовит всегда. А вот комодский варант, что ядовит, было не очень понятно. Но теперь это понятно. Парадигма эволюции ядов, она следующая, что эндофизиологический ген претерпевает удвоение гена, то есть дупликацию по-английски. И потом изменение уровня экспрессии в теле и в ядовитой железе меняется. Ген начинает экспрессироваться в ядовитой железе, после чего отбор начинает двигать его в сторону изменения структуры на более и более токсичность. И после этого происходит уже удвоение уже токсичного гена. То есть процесс, как предполагает эта парадигма, линейный и очень простой. Мы начинаем с одного гена, который не ядовитый, он удваивает, получаем два не ядовитых гена. После этого один из них начинает экспрессироваться в железе, и мы получаем, собственно, токсин. Эта парадигма, она на самом деле взята, конечно же, людьми, которые изучают яды, не с потолка, она взята из общей парадигмы эволюции ядов. И наш соотечественник Серебровский, он изучал это в 1938 году. А уж с 1970-х, после трудов Сузума Оно, это принято вообще основной парадигмой, то, что основным механизмом эволюции новых функций является удвоение генов. Собственно, книжка Сузума Оно, которая положила всему этому начало. И главная мысль этой книжки в том, что удвоение генома вызывает появление новых адаптаций. Это было широко разработано, теоретически разработано на происхождении позвоночных. И идея состоит в том, что на заре эволюции позвоночных они потерпели либо удвоение, либо учетверение генома, так называемая 2R hypothesis, которая не совсем находит полного подтверждения, но вкратце она состоит в том, что если посмотреть на геномы живых позвоночных, то там будет много кластеров повторяющихся генов. То есть как будто бы на каком-то моменте был один набор генов, а потом их стало много, и дальше какие-то гены пропали, потому что они были избыточные, а какие-то гены начали изменяться, потому что они теперь получили свободу изменений, и дальше они начали приобретать новые функции. Потом произошло снова удвоение генома, и процесс повторился. И таким образом мы получаем современные геномы позвоночных, в том числе ликопитающих, у которых много генов примерно одного характера. Но и развитие функций, соответственно, новых, например, позвоночника, люди связывают именно с этим процессом. То есть если карикатурно это обобщать, то процесс, который он выдвинул, это неофункционализация. И в современном понимании она выглядит так, что есть ген, выполняющий одну функцию, он удваивается, и дальше отбор на эти два гена, поскольку он действует теперь, как бы он уменьшается в два раза, поскольку у нас есть две копии, то одна из этих копий получает свободу мутировать в какую-то сторону, в которую, куда организм толкает на отбор, туда этот ген и мутирует. И мы получаем, соответственно, новую функцию. Для этого нам необходимо несколько условий для того, чтобы это работало. Нам нужно, чтобы был сильный стабилизирующий отбор на гены в плане их функции, потому что иначе у нас как бы просто происходит дрейф. То, что мутации почти всегда неблагоприятны, то, что гены удваиваются случайным образом, то есть вероятность удвоения гена одинакова будет по всему геному. То есть как бы так или иначе, каждый ген имеет одинаковую вероятность к удвоению, поскольку это просто механизмы репликации, и как бы просто сбойка в механизмах репликации. И то, что большинство удвоений генов, они потом убираются дрейфом, потому что избыточность их количества, она не приводит ни к чему хорошему. Тут нужно отметить тот факт, что когда работал ОНА про геномы сложных организмов, то есть сложнее бактерий, никто ничего не знал. Все знали только про бактерию. И бактерии и дрожжи более-менее были понятны, как у них устроены, собственно, гены. И в их случае, особенно в случае бактерий, гены устроены довольно просто. И поэтому легко представить, особенно если взять лактозный оперон, то там видно, что там есть утроение как будто бы одного гена. Тогда как в случае с генами эокариот, у нас появляются их зоны. И вообще гены начинают выглядеть как достаточно сложная система. И поэтому применять к нему модели простого удвоения становится немного сложнее. То есть, конечно же, люди все это делают, но нужно понимать, что если у нас гены удваиваются случайным образом, то это значит, что удвоение, то есть репликация, она не видит начало и конец гена. Она абсолютно слепа по отношению к тому, где гена, где не гена. Она просто удваивает кусок ДНК. И в таком случае нельзя думать о гене как о единице, как о чем-то едином. Потому что вероятность того, что вся кассета гена со промоутерами, со всеми X-зонами будет удваиваться, достаточно низкая. Гораздо более вероятно, что просто какой-то случайный кусок удвоится. Но, к сожалению, люди, которые разрабатывают модели, они об этом не думают. Они просто идут вперед и браво нам заявляют, что удвоение гена должно всегда предшествовать появлению гена с новой функцией. Эта идея настолько сильная, она настолько закрепилась в мышлении ученых, которые изучают эволюцию функций и эволюцию генов, что почти все последующие работы они принимают удвоение гена за необходимость. То есть во всех почти случаях они говорят, что происходит удвоение гена, а после этого судьба генов разнится. Тогда как на самом деле легко понять, что нам удвоение гена в принципе особо не нужно для того, чтобы получить новую функцию. Потому что один и тот же ген может выполнять две функции в зависимости от одного контекста. Если взять те же самые гены ядов, то можно представить, и на самом деле есть такие примеры, например, в ядах змей есть несколько генов, которые всегда в одной копии. Это тот же самый ген, который используется в развитии. Просто если его теперь впрыснуть в мышцы какого-нибудь животного, он начинает вызывать реакции, которые совершенно не физиологичны для этого животного. И такое явление, когда один ген выполняет несколько функций, оно называется Moonlightning. У него есть несколько других названий, но такое вообще принятое в литературе – это Moonlightning. То есть ген, который как бы подрабатывает где-то дополнительные функции, продолжая выполнять свою основную функцию. Таким образом, простые модели, они выглядят следующим образом. То есть у нас есть этот Moonlightning, в котором ген сам по себе никак не меняясь, начинает выполнять новую функцию. У нас есть неофункционализация в сенсу-стрикту, которая говорит о том, что происходит удвоение гена, появление гена с новой функцией, и ген предковый остается. Дальше у нас есть sub-functionalization. Когда у нас один ген уже изначально выполняет две функции, он удваивается, дальше, соответственно, отбор позволяет ему обоим копиям разойтись. То есть одна копия начинает выполнять одну предковую функцию, а другая копия начинает выполнять другую предковую функцию. И есть вариант этого – это Escape from Adaptive Conflict. он заключается в том, что он базируется на идее того, что нужно балансировать уровень экспрессии, потому что если просто так мы начнем удваивать гены с прежней экспрессией, то как будто бы организм может начать развиваться совершенно неправильным образом, особенно если это касается каких-нибудь генов разведения, каких-нибудь хокс-генов. Если удвоить их, то, соответственно, организм начинает выращивать крылья и там, где совершенно не нужно. И поэтому в таком случае, как следует из теории, гены начинают расходиться, и дальше они приобретают… одна копия приобретает одну предковую функцию, другая копия приобретает другую предковую функцию, а дальше начинает выполнять эти функции лучше, чем предковый ген. Более сложные модели, они включают в себя, соответственно, больше элементов, но, по сути дела, они все тоже базируются на идее того, что удвоение первичное и базовое. Идея связанной эволюции заключается в том… Concerted evolution заключается в том, что если нам нужно просто увеличить количество, то есть, вернее, если отбор идет в сторону увеличения количества копий, и лучшее, когда одного гена много, и, соответственно, например, опять-таки, какие-нибудь гены, которые мышцы или те же самые яды, когда количество их… увеличение их количества является положительным явлением, то кассета удвоенных генов может вести себя следующим образом, что одна структура, как только она будет найдена, одна структура белка, она начинает методом рекомбинации замещать все остальные структуры вне зависимости от того, что появляется мутациями. И эта идея основана на работах с лягушкой, с шпорцевой лягушкой, в которой гены рибозимов, а их там, по-моему, какие-то 400 штук, и они все примерно одинаковые, то есть у Зино после Левис. И есть идея в том, что это просто как бы вне зависимости от того, что если появляется новая мутация, они все все равно убираются при комбинации. Идея дальше innovation, publication, diversification, она в том, что удваивая гены, мы опять-таки снижаем отбор, и дальше это позволяет нам найти более оптимальные функции, поскольку теперь каждая копия этого гена, она менее привязана к изначальной функции, и, соответственно, ее изменение менее вредит организму. И модель, которая называется birth and death, то есть рождение и смерть, она в основном произошла, собственно, из ядов, в которых в некоторых случаях было показано, что яды как будто бы ищут новую версию, но старые гены, они уходят, то есть как бы новые гены приходят, и постоянно происходит дубликация и смерть гена до тех пор, пока какая-то новая мутация не будет настолько положительной, что она закрепится, и дальше после этого она уже начинает распространяться. Но это все, естественно, как бы в теории. И как хорошо нам известно, начиная с 2000-х годов и, собственно, до сейчас, количество данных, которые были, на которых эти теории основаны, оно несравнимо с тем, что есть у нас сейчас. То есть базы данных геномов, они просто взрываются, особенно вот в последние несколько лет появляется там 20-30 новых геномов за год, достаточно хорошего качества. И это все позволило посмотреть, что, собственно, происходит, и насколько это вообще правильно, то, что эти теории говорят. И то, что было открыто, показывает, что, в общем, оно все не совсем так. То есть, например, на изучениях геномов утконосов и паразитических ос, то есть они не совсем осы все-таки, но было видно, что одни гены одиночные в одной копии, они изменяются, и, собственно, они начинают использоваться в качестве ядов без какой-либо связанной дупликации. Но это вот только вот несколько случаев, которые специально люди посмотрели и увидели. Дальше стало точно так же ясно, что так называемый интерактом, он достаточно избыточен, и поэтому удвоение генов, оно не всегда и вообще не всегда как-то меняет, как, собственно, развивается организм. То есть, например, тот же самый, та же самая шпорцевая лягушка внутри рода Xenopus существуют полиплоидные, тетраплоидные и разные всякие многоплоидные виды, которые чисто внешне ничем друг от друга не отличаются. То есть один вид, у него как бы один набор генов, а у другого в два раза больше этих генов. А внешне и физиологически, и по своим поведениям вообще они как бы совершенно одинаковые. Что и одновременно с изучением, собственно, всяких сетей экспрессии и сетей взаимодействия всяких белков стало ясно, что организм, он достаточно хорошо умеет балансировать приобретение и потерю генов. И всегда есть какие-то другие белки и другие гены, которые могут заполнить недостающую функцию, или же они могут как-то сгладить приобретение и увеличение экспрессии каких-то генов. Точно так же стало ясно, но это как бы, конечно же, было понятно и раньше, но теперь это просто количество информации, которая есть, оно зашкаливает. И достаточно ясно, что белки, они в общем тоже в принципе достаточно устойчивые. То есть мутации, они редко вызывают потери функции, и они редко вызывают приобретение новой функции. Потому что мутация должна произойти в строго специфических участках белка для того, чтобы сильно повлиять на то, как оно как-то с собой работает. И сейчас люди начинают выстраивать эти называемые sequence space для белков, но это все, конечно, только в зачаточном состоянии. Но уже ясно, что это достаточно долгий процесс, между которым происходит смена функции. И если только какое-то случайное, положительное, удачное стечение обстоятельств, то ген медленно изменяется. И в такой ситуации возникает вопрос, что тогда происходит с дубликацией. Она должна отсеиваться дрейфом, потому что нет приобретения новой функции. И с точки зрения такой как бы догматической теории, новый ген, он не видится отбором, и поэтому если он не видится отбором, то он выбирается дрейфом. Все это показывает нам, что вообще устойчивость к изменениям – это основное свойство, износное эволюционное свойство сложных систем. И так просто вещи не меняются. И модели, простые примитивные модели, мало ложатся на то, как оно происходит на самом деле. Что же мы все-таки знаем? То, что и знаем мы очень и очень мало. Мы любим думать, что мы знаем больше, чем мы на самом деле знаем. И эволюция считанного числа генов была прослежена до предковых форм. Буквально только какие-нибудь апсины и хокс-гены. То есть строго специфические гены, то есть гены развития, они не самые распространенные гены. Они достаточно маргинальная группа генов. Точно так же гены развития хрусталек и глаза не самые распространенные гены. И для основных генов, для каких-нибудь протеаза или для актина эволюция, она не прослежена почти никак. Тех, которые проследили, среди них очень малое количество действительно возникает, ну и по крайней мере мы видим, что она возникает в ходе удвоения гена. И то, что очень важно, это то, что ни у одной генетической семьи, то есть те же, например, сериновые протеазы С1, да, трипсиновые какие-нибудь, у них нету большой филогении на уровне крупных таксонов. Все филогении строятся в основном внутри маленьких таксонов, внутри, например, там крыс или там человека. И поэтому они все имеют ровно никакое эволюционное значение. Но это не значит, что мы не можем делать с этим науку, потому что мы все равно, у нас есть с чем работать. И в частности, чем мне нравятся яды, это тем, что мы можем очень четко увидеть, когда происходит смена функции, и когда яд начинает, когда, вернее, ген начинает выполнять какую-то другую функцию, у него меняется структура, и мы можем это и увидеть. И в дополнение, это то, что яды происходят множество раз, и в пределах животных гигантское количество групп приобрело яды совершенно независимо. При этом многие группы ядов, например, сириновые протеазы, фосфолипазы, металлпротеазы, они независимо используются в ядах у многих животных. То есть почти большинство животных будут использовать эти белки. Скорее всего, потому что это просто очень удобные белки, то есть, например, те же сириновые протеазы, они, собственно, разрушают белки. И это очень здорово, если их можно вонзить в мышцу кого-нибудь, и это приведет, собственно, к разрушению ткани. Так, теперь давайте, значит, увеличим это и посмотрим на конкретный один случай, который, собственно, я изучал несколько лет назад. то есть, я, собственно, вот с этими вопросами я пришел к тому, что хорошо было бы посмотреть и взять какую-то одну группу белков и посмотреть ее на большом разрешении, но при этом как бы тоже иметь возможность увеличить какие-то определенные таксоны и какие-то определенные виды. Фосфолипазы А2 группы 2, они хороши тем, что они присутствуют в очень консервативном, так сказать, регионе генома. И вот если этим квадратиком, зеленый квадратик, это, собственно, кластер этих фосфолипаз. Все остальные стрелки – это просто разные гены. И у змей вот они присутствуют в таком регионе. Если мы посмотрим и сравним этот регион с другими животными, позвоночными животными, то мы увидим, что в целом, за исключением некоторых перестановок генов, это очень хорошо прослеживаемый кусок генома. То есть настолько, что если мы возьмем плаву и сравним ее с лягушкой, то это почти совершенно идентичная последовательность генов. То есть гены, они в ровно в одном и том же порядке, то есть как бы они синтемичные, существуют у лягушки, у коалы, у крокодила, и даже можно проследить это до рыбы и асцидии. То есть если захотеть, потому что все эти данные есть, собственно, в уже опубликованных геномах, но, конечно, до меня их никто особо так не просвеживал, потому что это все-таки гигантский кусок генома, и нужно сравнивать эти гены друг с другом. Если мы теперь увеличим на фосфолипазы, и вот если мы прямо сегодня, прямо сейчас возьмем и посмотрим как эти гены находятся в датабазах, в базах данных, то нам может показаться, что сравнивать нам там особо не с чем, потому что у нас есть какие-то гигантские длиннющие гены млекопитающих, которые тоже называются фосфолипаза 2 группы 2, вот в том же самом куски генома, да, и мы будем их сравнивать с какими-то крохотными генами у крокодила и не очень понятными генами у черепах. И количество экзонов, количество как определенный ген, оно совершенно беспорядочное, и, казалось бы, делать там нам особо нечего. Но штука в том, что если мы возьмем эти самые экзоны и сравним собственные экзоны, то мы увидим, что там есть, во-первых, полно экзонов, которые не имеют никакого отношения к генам фосфолипаз, которые просто ошибка алгоритма, который предсказывает гены. А другая группа, она хорошо разбивается на 4 группы экзонов, ну, гомологичные группы. Далее, если мы возьмем эти гомологичные экзоны и посмотрим, как на самом деле на геноме они распространены, то есть мы уже теперь выкинем в помойку то, что предсказали до нас, и возьмем просто вот сырую, так сказать, сырой геном, сырой кусок, и начнем бластить на него эти экзоны, то мы увидим, что на самом деле экзонов значительно больше, чем было предсказано и чем нам дается в том же NCBI. Если мы теперь сравним это с тем, что нам известно о хорошо изученных представителях этого семейства, например, фосфолипаза группы 2Е, то мы увидим, что они состоят из четырех экзонов, один из них сигнальный пептид, то есть полтора из них сигнальный пептид, а экзоны со второго по четвертый это, собственно, взрослый белок, который что-то делает. То есть на самом деле картинка становится значительно более ясной, потому что они начинают распадаться у нас на эти самые группы по 3-4 экзоны, которые мы, собственно, можем с собой сравнивать. И все то, что нам предсказали, оно все неправильно, а на самом деле там есть вполне абсолютно четкие гены и предковые экзоны, которые показывают, как гены, собственно, развивались. И к предковым экзонам мы еще вернемся. Если теперь как бы ввести... То есть значок рыбы, это просто для понимания. То есть одна рыба – это схематическая, это вот целиковый наш ген фосфолипаза. Хвост – это сигнальный экзон, который кодирует сигнальный рептид, а тело – это, собственно, взрослый белок. Теперь введем сюда яды. Если мы просто возьмем гены фосфолипаз, вот определенные нами правильно, только среди рептилий, то, вернее, даже не просто рептилий, а среди чешучатых рептилий, то как будто бы мы видим классический вариант удвоения гена. То есть у нас есть чисто физиологические гены группы Е, Ф и Д, а группа Д удваивается и дает нам, собственно, вот все это разнообразие, многообразие ядов. Но если мы посмотрим выше, то есть мы посмотрим чуть шире, то мы видим, что групп на самом деле значительно больше. И, соответственно, то, что я сделал, это я взял около 100 геномов разных животных, и каждый из них я дотошно посмотрел вот именно вот таким образом до тех пор, пока я не получил картинку, которую можно было понять. И вот, собственно, это дерево из всех этих белков, которые я таким образом нашел, и оно оказалось там где-то 500 генов. И в схематическом виде оно выглядит примерно следующим образом. То есть вот этот регион фосфолипаз, он для позвоночных животных выглядит примерно следующим образом. И там есть, конечно, много отличий и много разных всяких групп. Но в целом ситуация становится значительно более ясной и понятной. То есть вначале, если мы возьмем лягушку, шпорцевую лягушку, у нее есть один единственный ген этой фосфолипазы. И он находится вот именно там, где находятся гены ядов у змей, где находятся гены иммунного ответа у млекопитающих. Если же мы сравним теперь их со всеми остальными, то мы увидим, что у всех присутствует фосфолипаза группы Е вот ровно в одной и той же позиции. Почти у всех присутствует фосфолипаза группы F с другого конца этого кластера. Внутри кластера ситуация становится чуть более… Да, группа С тоже. Внутри кластера ситуация становится чуть более интересной. То есть есть группы D, которые как будто бы они одинаковые гены, но они находятся на разных концах этого кластера. И у некоторых они даже находятся в двух копиях. В середине же у черепах, крокодилов и птиц, у них есть дополнительные гены, которые тоже с точки зрения структуры белка сильно похожи на эту D. Но мы не знаем, что они делают, потому что все эти гены известны только исходя из геномов. И они не были известны до того, как я их посмотрел, потому что они не пойми, как предсказаны. Функция их совершенно неизвестна. Но предположительно, что если они выполняют ту же функцию, что млекопитающие, то это, скорее всего, гены просто липидного обмена. То есть фосфолипаза, что она делает, она разрушает фосфолипиды. И, соответственно, они, гены, должны участвовать в липидном обмене. Дальше, что становится интересно, это то, что мы видим новую форму, совершенно структурно отличную. Она радикально отличается вообще от всех остальных. У птиц. Там, где у черепах и у крокодилов, у них есть группа D2, которая как бы у черепах присутствует в полном гене, а у крокодила у него есть только пара X-зонов. То есть это позволяет нам достаточно хорошо картировать, что ген был, и он пропал. То есть это не какое-то появление новых генов и смерть новых генов. Нет, это как бы вполне себе очень медленный процесс. То есть был ген, и после этого он теперь остался два X-зона. Но какие-то миллионы лет прошли с тех пор, как ген был, а X-зоны по-прежнему там. То же самое происходит с группой D1 у птиц. И скорее всего, потому что все группы D выполняют примерно одну функцию, скорее всего, судя по их структуре. И вероятно, что иметь два гена ничуть не лучше, чем иметь один, и поэтому, наверное, просто он убирается дрейфом. Что делает группа B у птиц, совершенно неизвестно и непонятно. Но она однозначно выполняет другую форму, потому что PH совершенно другой. Как бы все, что в этом гене есть, оно все совершенно отлично другое. Когда же мы начинаем приближаться к змеям, то мы видим, что ровно в том же самом месте у рептилий, у них появляется новая структурная форма. А у змей вместо этой новой структурной формы целая, вернее, даже не просто у змей, а у гадюковых змей. У них все гены фосфолипаз, которые присутствуют у гадюковых в ядах, и которые в основном ответственны за эффект яда гадюки. То есть в нашей гадюке европейский пероберус, это, конечно, не сильно будет видно. А вот если какая-нибудь окинавская гадюка или тайванская хаву укусит, то разрушение ткани, которое будет заметно, оно будет вызываться с этими группами фосфолипаз. То же самое это у гремучих змей, это вот ровно те же самые гены, которые дальше начинают вызывать не просто разрушение тканей, они начинают меняться и вызывать, они становятся нейротоксичными, они теряют энзиматическую компонент, начинают вызывать просто стахиметрические, они разрушают мышцы. То есть, но все они находятся вот ровно в этом месте, где у других рептилий, вернее, у других чешуйчатых рептилий, у них одна вот эта новая форма. В случае с млекопитающими гены, которые ответственны, гены фосфолипаз, которые задействованы в иммунном ответе, они все тоже находятся аккурат в том же самом месте. То есть, что мы видим, это то, что по большей части этот кластер, он одинаков у всех, но в центре его происходит нечто интересное, то, что вызывает появление новых форм. И при этом то, что мы видим, это то, что эти новые формы, они возникают не сначала удвоением гена, а какой-то предковый старый ген приобретает новую структуру, и это мы видим даже у птиц. То есть, у птиц нет никакого удвоения потом этой B, она просто как бы как была, так и есть, но форма новая. И приобретение новой структуры, оно предшествует удвоению, а удвоение идет потом. То есть, если это все схематически рассказать эволюционную историю, то выглядит оно все как будто бы следующим образом. Конечно, это все как бы в теории, то есть, как бы мы не можем вернуться назад, и если мы пересмотрим еще 100 геномов, возможно, мы придем к какому-то новому выводу. Но на основании вот того, что я посмотрел, оно выглядит следующим образом, что был один ген, дальше он, скорее всего, триплицировался, потому что у шпорцевой лягушки до сих пор сохранены повторы вокруг этого гена, которые зеркальные. То есть, это как бы повтор, который идет в одну сторону, в другую сторону с одной стороны гена, и с другой стороны у гена то же самое. Такие повторы, они могут вызывать ошибку репликации, которая создает три копии гена. И это хорошо совпадает с тем фактом, что крайние гены фосфолипаз в этом кластере, они, грубо говоря, словно одинаковые. То есть, мы можем гипотезировать, что сначала появились вот эти три гена, которые стоят на границах кластера, а уже потом из них появляется какая-то внутренность кластера. И это мы все доходим до того, что самый центр – это вот то, где происходит, собственно, все действие, так сказать. И вот этот единственный средний предковый ген, он дает все многообразие новых функций, тогда как старые функции продолжают выполняться генами, которые одинаковы у всех. Если мы увеличим это еще чуть больше и посмотрим теперь на гадюк, и не надо пугаться, но генов там много, то ситуация становится еще менее похожей на типичные модели, которые крайне просто нам рисуют, как вот один ген, два гена, новая функция. Здесь ничего подобного. И здесь мы вернемся именно к тем экзонам, к старым экзонам, которые остаются после дупликации гена, которые очень хорошо видны, если мы будем смотреть не на гены, как единицу, а на экзоны, и будем помнить, что ген – это система. И если мы помним, что ген – это система, то мы начинаем видеть совершенно много новых интересных вещей. В частности, мы получаем возможность проследить все вот эти вот удвоения, которые идут следующим образом. То есть у современных видов у них вот есть вот эти старые экзоны. Соответственно, вот начиная отсюда, то есть начинают випера, бера, берус – это то, как выглядят геномы современных змей. То есть вот у нас есть гадюка, вот у нас есть тайванская хабу, вот у нас есть гремучие змеи, и вот у нас есть бразильская гремучая змея. И это все их современные геномы. Они позволяют нам достаточно неплохо реконструировать происходящее, если мы возьмем за основание то, что предок гадюки выглядел так же, как современная кобра в плане этого кластера. И у современной кобры выглядит следующим образом. У нее есть четыре гена, три из них – это группа E, D и F – они схожи со всеми остальными. А вот эта группа G – она новая, и она четко отличается, и она очень похожа на самый слабый токсин гадюки. То есть если мы возьмем самую слабую фосфолипазу гадюки, она будет неотличима, там 99-98% схожести будет с тем, что есть у кобры. Как используется эта кобра, неизвестно. В ядах она точно не фигурирует. Но факт фактом, что они почти одинаковые. Далее, если мы теперь возьмем и проследим, как я это сделал, все вот эти вот маленькие оставшиеся их зоны, то ситуация становится следующей. Были вот эти три гена – E, G и D, то есть ген, который потом станет ядом, или, возможно, он был ядом у предков кобр и гадюк, и просто у кобром перестал использоваться. Это более вероятный вариант. И вот эта кассета из трех генов удвоилась. Потом она удвоилась еще раз. И таким образом она создала теперь уже нам три новых ядовитых гена и гигантское количество старых физиологических генов, которые потом убираются дрейфом и превращаются просто в эти мертвые их зоны. Далее, дальше кассета с уже имеющимся набором из этих ядовитых генов, она начинает мутировать, и они приобретают новые функции. То есть в одном случае у нас сохраняется предковая функция, а новые функции, они становятся, например, нейротоксином или мышечным токсином. С эволюцией нейротоксинов тут очень интересно, потому что нейротоксины – это димерфосфолипаз. То есть есть две фосфолипазы, которые мутировали разным образом, таким, что они сцепляются в димер, и вот именно этот димер обрадают нейротоксичностью. И здесь интересно то, что у нас есть гремучие змеи, у которых есть этот нейротоксин, и гремучие змеи, у которых нет этого нейротоксина. И они отличаются очень ясным и понятным образом. В одном случае у нас набор генов на два больше, чем… То есть те, у кого есть нейротоксин, у них на два гена этих ядовитых фосфолипаз больше, чем те, у которых их нет. И если мы посмотрим на эти оставшиеся мертвые экзоны, то они очень хорошо показывают, что произошло. То есть вот этот крошечный фрагмент из трех экзонов, которые уже смешаны, то есть как бы это экзоны Е, экзоны Д, они как бы отредуцировались до вот такого крошечной последовательности, и она в единичном количестве у тех, у кого нет нейротоксина, и в двойном количестве у тех, у кого есть нейротоксин, что почти очевидно нам показывает, что происходит удвоение. Здесь интересно дополнительно то, что у бразильской гремучей змеи, у нее ситуация немного другая. Но у нее, ее нейротоксин произошел удвоением другого куска гена. То есть похожий механизм, но мы удваиваем другой набор генов. Что это все нам демонстрирует, если мы не пытаемся зациклиться на ядах, это то, что дупликация, она не видит гены, она как бы видит просто кусок ДНК. И если мы будем прослеживать куски генов, а не сами гены, то мы увидим почти целиком, как этот путь весь происходит. С млекопитающими я такую работу не проводил просто потому, что мне интересны яды, а не млекопитающие. Но в случае с ними это все тоже можно сделать при желании. И их группа А, она ничуть не менее интересна, чем группа G, которая ядовитая у рептилий. И там тоже происходит примерно похожий процесс. То есть там точно так же можно увидеть живые гены, точно так же можно увидеть эти куски мертвых экзонов, точно так же можно увидеть, как оно все происходит. Но и оно точно так же происходит вот в этом середине этого кластера. То есть если схематически это все обрисовать, картинка становится достаточно четкой. То, что вот когда-то давным-давно, до момента, когда появилась тетропода, появился кластер из 5-6 генов, а дальше по какой-то непонятной нам пока причине только середина этого кластера, только один единственный ген дает вот все разнообразие функций у птиц, у гадюковых и у млекоп. И в случае с птицами, что здорово, это то, что нет никакой дубликации связанной с этим геном. Судя по всему, им достаточно вот ровно одной копии для того, чтобы выполнять эту функцию. Тогда как гадюки хорошо показывают, что вот эти вот чистые красивые модели, когда один ген, два гена, они совершенно неприменимы, собственно, к настоящей действительности настоящих животных. То, что там удваивается, то, что удвоилось, а не по какому-то другому принципу. Если теперь мы отойдем от фосфолипаз и посмотрим на сириновые протеазы змей и землеройок, то ситуация как бы становится еще более ясной. В случае с землеройками и с теми же самыми гадюковыми змеями, они используют фосфолипазы, сириновые протеазы, которые называются каликрииновые сириновые протеазы. Их номенклатура достаточно дурацкая, и в нее вдаваться не имеет смысла. Но у млекопитающих эти гены хорошо изучены, потому что они составляют кластер из 14-15 генов. И, естественно, номенклатура их происходит от человека, потому что человек – главное животное, судя по всему. И вот от одного, потому что ни у кого другого нету каликрина номер 2. Каликрина номер 2 есть только у человека. Соответственно, у всех остальных нету каликрина 2. И этот кластер, он хорош тем, что он от 1 до 15, они прямо так в рядок там и стоят. И именно из этих групп генов происходят гены ядов землероек. То есть и обычных землероек, но у них в этом плане не так все здорово. А вот землероеки рода Бларина и Роносоленодон, они независимо друг от друга начали использовать и удваивать эти каликрины и делать их более и более опасными ядами. То есть укус соленодона для тех, кого он ест, он значительно более неприятный, чем просто чей-то укус. И то, что не было известно до того, как мы начали работать над этим, это то, что яды змей, они происходят из того же самого кластера. Просто необходимо было проследить это на гораздо большем масштабе. И если проследить на гораздо большем масштабе, то видно, что последовательность соседних генов, она, конечно, немного меняется, но в целом у нас вот есть этот какой-то предковый кластер, который из трех генов у шпорцевой лягушки. А дальше он начинает там или расходиться у эптелей, или просто он остается в одном месте у млекопитающих. И вот он дает нам все эти, собственно, новые формы. И здесь тоже здорово видно, что появление новой формы, оно предшествует удвоению этих генов. То есть в случае с утконосом есть гены каликреина, пословно говоря, то есть поскольку утконос не сильно сходится с человеком, там говорить, где там каликреин-2, где каликреин-10, не очень просто. Но, грубо говоря, есть батарея генов, которая одной формы и одной структурной формы, а есть вот один ген, который сильно отличается, который схож с каликреином 1-3 у остальных млекопитающих. И вот именно из него у соленодона возникают яды. По какой-то непонятной причине у мыши их целых там чуть ли не 30 этих генов. Вряд ли мышь ядовит, и вряд ли она как-то их использует для этого. Но почему-то вот та же самая группа удваивается многократно, тогда как вот другая, это вот батарея фиолетовых генов, она ровно точно такая же, как и у всех остальных. То есть это хорошо показывает, что нету какого-то случайного удвоения генов. Они не удваиваются каким-то вот просто статистическим образом. Нет, есть строгая закономерность, что вот одна группа удваивается, а другая группа никак не удваивается. И при этом удвоению всегда, ну то есть не всегда в этом случае, предшествует появление новой формы, а не наоборот. Ну то есть, конечно, это следует отметить, что и в том, и в другом случае мы говорим о группе генов, которые уже до этого были многократно скопированы. Так что как бы где удвоение, а где новая форма, конечно, можно повернуть. Но внутри конкретных примеров это всегда очень четко видно. То же самое происходит с генами ядов у гадюк. В случае с коброй и в случае с камодским вараном, это вот эти одни-две копии, которые никак никуда не меняются. Но при этом, если мы берем гадюк, то вот они там батареи из 11 генов. Если теперь увеличить на млекопитающих, то ситуация становится еще более интересной. Потому что если мы начнем смотреть на вот эти оставшиеся их зоны, то тут становится видно следующее, что вот кликлины с 14 по 5 или 4, они совершенно одинаковые вне зависимости от того, берем ли мы тупаю, берем ли мы собаку, берем ли мы быка. Они вот как они есть, так они и есть. Человек, они все одинаковые. И точно так же у всех есть этот кликриин 1. Но между кликриином 4 и кликриином 1 существует как будто бы вот такой суб генов, в котором возникают новые формы, дальше они разваливаются, новые формы снова возникают. И вот именно там и гнездятся, собственно, яды землероек. И опять-таки это очень хорошо показывает, что нет общей закономерности для удвоения гена, что для нас совершенно не случайно, что определенные куски генома, они значительно более предрасположены к удвоению, чем другие куски генома. И при этом есть как будто бы ощущение, что отбор, он как будто бы предсказывает или видит функцию. Что в принципе на самом деле не то, чтобы какая-то фантастическая вещь, потому что если мы верим в то, что эволюция действительно происходит, то у организмов они будут эволюционировать в сторону способности к эволюции. И способность к эволюции будет отличаться у бактерий, которые просто более-менее случайным образом, да и то с бактерией тоже не совсем все ясно. Потому что как они развивают устойчивость к антибиотикам, там как будто бы тоже есть ощущение, что отбор, он видит, что нужно менять, а не просто меняют все подряд. Но в случае с развитыми животными мы видим то, что есть направленные изменения, ну не то чтобы направленные, направленные изменения, да, не нужно, мы не вводим телеологию, не нужно бояться. Но изменения, они происходят, грубо говоря, канализированным образом. То есть есть какие-то куски, которые мы можем менять, есть какие-то куски, которые мы не можем менять. И это даже вплоть до того, что если посмотреть на череду кодонов и на насколько какие-то кодоны будут меняться и мутировать, то их мутационная способность кодонов совершенно отличается на не случайных. В некоторых белках будут, то есть в одних белках есть предпочтение к одним кодонам, в других белках есть предпочтение к другим кодонам. И они будут меняться вот исходя из этих вероятностей, а не исходя из просто случайного распределения, к какому-нибудь Дейхофф распределению. То есть они четко сходятся с конкретной природой конкретного белка, а не с какими-то общими моделями. Теперь, если мы возьмем пчел и сравним это, чуть-чуть оттеним это все пчелами и другими, то тут картинка будет примерно похожая. В случае с пчелами у них в основном, то есть, конечно, там яда небогатого, там множество всяких белков, но в основном это апамин, мелитин и фосфолипазы, сириновые протазы и аллергены. И вот они составляют основную штуку. И в случае с медоносной пчелой и с родственными ей пчелами, это в основном апаминный мелитин. Если мы проведем очень похожий анализ на мелитин, то мы увидим то, что, опять-таки, достаточно законсервированный кусок генома, в котором не очень понятно откуда, то есть это Валенховия Эмирей, то есть вот это вот начинает апис флорея, это все пчелы, а от Валенховия Эмирей это другие белепончатые крылы, естественно, в Веспа Мандарине это оса, шершень. И из них я сумел найти только у Валенховии нечто похожее на мелитин в этом. Какой-то посторонний шум, но мы продолжим. У Валенховии у нее ген умеренно похожий на мелитин, то есть с натяжкой можно сказать, что, возможно, это какое-то что-то похожее на мелитин. Но это только единственное, вот из всех муравьев, я посмотрел примерно 10 геномов муравьев на это, вот я нашел только у Валенховии. Ну, то есть, конечно, мы понимаем, 10 это из там десятков тысяч видов муравьев, это вообще ни о чем. Но так или иначе, этот мелитин, он присутствует в одной копии у всех пчел, кроме шмеля. У шмеля их две. То есть не то, чтобы есть какой-то предковый ген, который удваивает и появляется новой копией. Нет, просто вот был ген, откуда-то он взялся, и теперь его, вот он используется, он изменился, и он используется. С опамином ситуация похожая и чуть более интересная, потому что она чуть лучше укладывается в эту традиционную модель, исключительно потому, что в случае с медоносной пчелой традиционно выделяют опамин и масс сел-дегранилилой пепта как два разных токсина. Но по сути дела, это просто удвоение одного и того же. И с некоторым изменением получаются новые функции. То есть как будто бы оно все так работает. Но опять-таки, если мы посмотрим на других пчел, это у них, у многих из них это одна единственная копия. То есть здесь, конечно, эта картинка, она не очень это показывает, потому что здесь три вида, у которых пять-шесть копий, но у большинства из пчел, которые я смотрел, то есть там типа 20-30 видов, у них это один-единственный ген, который дуплицируется только в ряде случаев. Если отодвинуть это вообще еще дальше и посмотреть на весь, так сказать, ядовитый арсенал токсинов у пчел в целом, то проследить его вплоть до насонии, то есть вплоть до, даже до росуса можно. То есть начиная от пилинщиков и до муравьев, пчел, ос, то становится видно, что это не какие-то новые гены, которые появляются. Хотя, конечно, мелитина, помимо и, возможно, пепсидные токсины у ос и у муравьев, они вот какие-то новые. Но все остальное, то, что используется, это примерно одна и та же машина генов, которая удваивается только после того, как происходит новая структурная форма. И удваивается она у разных видов разным образом, тогда как каждая группа этих генов присутствует в каждом геноме, что, в общем, достаточно неплохо показывает, что удвоение и развитие новой функции, оно не всегда связано таким образом, что сначала удвоение, потом новая функция. Скорее всего, они... Конечно же, такие случаи есть, и нужно думать, что их нет. Но по большей части выходит так, что новая функция приобретается независимо от удвоения. То есть отбор, он находит способ создать новый ген без какого-либо другого вмешательства сшивки репликации. То есть то, что... Как бы если брать итоги, то мы можем даже сказать, что у многих генов, из которых я посмотрел, у них количество копий возрастает после, а не до приобретения новой функции. И то, что умножение генов, это вовсе не случайный процесс. То есть каким-то образом, есть какие-то эволюционные механизмы, вернее, отбор каким-то образом видят более и менее подходящие способы работы с генами, какие-то более и менее подходящие способы мутировать эти гены. Мы, конечно, не можем никак представить, каким образом, но я доведу к тому, что мы находимся только в самом-самом начале понимания того, как на самом деле работают мутации на геномном уровне у развитых элтриотов. Это все эти модели, которые были построены с 70-х и до 2000-х, они не имеют под собой, они как бы, это как бы модель атома булка с изюмом. Она построена на чистых, теоретических и очень простых умствованиях людей, тогда как природа, она многократно более сложнее. И эволюция всегда находит способы создать и улучшить способы к эволюции. И поэтому думать простыми моделями не имеют... Это, короче, плохой подход. Хороший подход – это посмотреть, как оно на самом деле там есть и потом уже выводить из этого какие-то модели. Но, скорее всего, в каждом конкретном случае нужно будет придумывать новые модели. И точно нет какой-то модели или даже группы моделей, которая смогла бы объяснить происхождение всего. Скорее всего, просто потому, что в каждом единичном случае происходит своя какая-то особая вещь. Ну и в качестве небольшого дополнения до того, что если вы работаете с генами и вы хотите сравнивать ваши гены с базами данных, никогда, ни в коем случае нельзя верить аннотациям, которые созданы алгоритмами и не были проверены людьми непосредственно глазами. Потому что эти алгоритмы, они ошибаются почти всегда. Просто потому, что как бы их параметры, они такие, что алгоритм вынужден создавать либо очень большой ген, либо очень маленький ген. И вдобавок предсказание X-зона, поскольку это автоматический процесс, и поскольку это автоматический процесс на несовершенном информационном куски генома, то есть как бы как только там ошибка в кодоне, он уже не видит этот X-зон. Тогда как если вы глазами посмотрите, вы этот X-зон увидите. То, в общем, не стоит брать последовательность из базы данных. Вот как-то так. Я хочу выразить благодарность всем людям, с которыми я работал за последние предыдущие несколько лет. Потому что, конечно, в одиночестве я бы никогда все это не сделал. Но, в общем, с помощью людей у меня как-то примерно получилось, по крайней мере, для себя самого, понять чуть-чуть, как оно происходит. И спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Онлайн или... Я боюсь аплодировать, потому что они будут жидкие у нас. Я бы с удовольствием поаплодировал, если бы у меня густо получалось. Но вначале, может быть, вопросы, какая-то дискуссия, или все проплодируем, скажем спасибо и уйдем? На Гореге. Вопросы, да, это интересно. Хотя информация... А можно мне вопросы? Даже не вопросы, а некоторые такое... Я не знаю, не замечание там. Мне попадались работы по анализу антикоагулянтов. Да. И их очень много в разных группах. То есть, скажем, антикоагулянты-пиявки и каких-нибудь комаров, она совершенно разная. Да. Вот. Не могут ли быть антикоагулянты... Антикоагулянты тоже удобной моделью? Или нет? Я... Вот такой странный мой здоровый. Нет, это хорошая модель, потому что это новая функция, которая происходит из разных белков. Да, это здорово. Я только знаю, то, что я смотрел, это исключительно яды у австралийских... Как они называются? Лапиды. У австралийских змей, которые в группе лапиды, к которым относятся кобровые, то, что у них происходит, это удвоение... Ну, традиционно считается удвоение фактора 5 и фактора 10, по-моему. То есть, те, которые группа свертываемости крови... То есть, вернее, не группа свертываемости крови, а факторы свертываемости крови, которые у нас выполняют... Просто свертываемость крови, у них они меняются и приобретают, они вызывают, у них сродство к предыдущим в каскаде твердой умести крови белку значительно выше, чем у обычного. То есть, если, когда она кусает, то каскад просто как бы накрывается, потому что он не идет дальше. Но я не смотрел, я честно говоря, не знаю, я не смотрел пьявок у комаров, но это было бы здорово, то есть, как бы, с комарами просто не знаю, насколько там количество геномов, потому что у них же там геномы как-то не очень простые. Мары там вообще все кровопитающие, там шеи, блохи. Нет, это хорошая идея, я как бы в эту сторону не думал, это, в принципе, может быть действительно хорошая работа, это спасибо большое, это я обязательно подумаю, этот счет. Вопрос онлайн, пожалуйста. Василий. Здравствуйте, коллеги, меня слышно? Да. Василий Златогорский, кафедра зоологии беспозвоночных. Значит, во-первых, Иван, хотел бы сказать огромное спасибо, помимо того, что потрясающий, интересный доклад с точки зрения содержания, то есть, увлекательнейшие результаты, я бы еще вот этот доклад куда-нибудь бы вставил, как референс на каком-нибудь курсе о представлении данных и в преподавании, и в науке, это просто образец того, как можно понятно рассказывать о сложных вещах. Просто огромное спасибо, огромное удовольствие. Вот, и как всегда, после хорошего доклада, за которым удается следить, даже не специалисту, очень много вопросов, я постараюсь быстро их задать в режиме блица, чтобы мы здесь не остались очень надолго, вот, только беседуя со мной. Значит, по поводу лемуров лори, в самом начале была ремарка, очень интересно, а если они из своей железы берут яд, они сами им не травятся, каким образом? Потому что им нужно нарушение покровов, то есть, если у этих лемуров лори будет нарушение покровов самих во рту, то они будут им точно так же травиться, но нужно как бы видение непосредственно внутрь другого существа. Они его используют примерно так же, как утконосы используют яд, то есть, они используют их для конфликтов самцов, то есть, в основном, это битвы самцов и, собственно, как это было замечено, это то, что у самцов после битвы были долгие незаживающие раны, такие гнаящиеся и противные раны и только после этого люди начали смотреть и понимать, что само по себе, как бы сам по себе укус не должен такое вызывать и это либо, соответственно, какая-то инфекция бактерия, которая там будет, либо что-то ядовитое, ну и открыли, что ядовитое. Ясно, спасибо. Вот рассуждение насчет Серебровского и насчет того, как вообще могут возникать яды, оно включало такую последовательность, что значит, ген дуплицируется и потом возникают изменения, которые заставляют его экспрессироваться избирательно в ядовитой железе. Сразу возникает вопрос, откуда взялась эта ядовитая железа, если до этого животное не было ядовитым? Это какие-то железы, которые выполняли другие функции, подразумевается, что они становятся ядовитыми? Да, как бы, просто с этой моделью очень много проблем, потому что, во-первых, действительно то, что вы сказали, это действительно проблема, просто большинство людей, они смотрят на это уже с точки зрения того, что у нас уже есть какая-то стартовая ядовитая железа, и как новые гены начинают приходить в нее, но, конечно же, с нуля это не очень понятно, но другая проблема, то есть, среди множества проблем с этой теорией, другая проблема, это откуда берется новая экспрессия, почему, откуда взялась эта последовательность, где она будет экспрессироваться в железе, ну, конечно, да, вообще вся эта теория не очень здоровская. Спасибо. Значит, история со шпорцевыми лягушками, о том, что они полиплоидные, у них много копий каждого гена, но, как бы, при этом они выглядят похожи, и это аргумент в пользу того, что эволюция идет не путем дупликации генов, вот смотрите, сколько генов дуплицировано, а лягушки такие же. Но мне кажется, что, ну вот, у меня сразу возникает возражение, что этот пример может оказаться некорректным, потому что, если это близкие виды лягушек, то, скорее всего, эта дупликация, полногеномная дупликация, произошла сравнительно недавно, и, может быть, если мы посмотрим на большие промежутки времени, если мы позволим этим дуплицировавшимся геномом эволюционировать, там, тысячи лет, миллионы лет, то мы увидим большое количество расхождений, какие-то гены утратятся, какие-то сменят функцию и так далее, и как раз увидим вот эту классическую ожидаемую эволюцию путем дупликации. Вот. Можете как-то это прокомментировать? Да, это, конечно, совершенно справедливое замечание, я ни в коем случае не имел в виду, что это главный и единственный аргумент. Это как бы просто дополнительный аргумент, но тут нужно заметить, что это не просто так, а это скорее как бы аргумент против такого воспринятия серебровского иона как бы в прямом смысле, потому что то, что они имели в виду, это то, что удвоение, оно будет вызывать однозначные изменения отбора на эти гены, потому что теперь у нас вместо одного гена, на который действует один отбор, теперь у нас два гена, на которых действует в два раза меньше этого отбора. И то, что как бы тут это скорее как бы контра к такому механистическому восприятию генов и отбора, потому что есть четкое взаимодействие давления отбора на ген, и вот мы удвоили его, соответственно, отбор в два раза меньше, дальше у нас мы смотрим на уровень экспрессии, если они возросли в два раза больше, то соответственно в два раза больше функции и так далее. Вот это скорее к этому, к тому, что оно так не работает, ну то есть или скорее всего не работает. Ну конечно, это справедливое замечание, что если они удвоились только 5-5 миллионов лет назад, то это как-то будущее как бы неизвестно, что с этим будет. Ну в целом да. Спасибо. Значит, еще вот такая была фраза о том, что для большинства генов эволюция не прослежена и грубо говоря дупликации мы не видим просто учитанное количество генов. Вот. Меня, как человек, который больше интересуется протистами и вообще эволюцией укориот, сразу всплыли в голове несколько примеров, когда мне казалось, что эволюция прослеженная, она идет как раз путем дупликации. Вот интересно, вы эти примеры знаете и просто можете что-то сказать по поводу того, что доказано, что это не так или есть основания этому не верить, или может быть просто вы не учитывали эти примеры. То есть мне пришла в голову сразу эволюция генов цитоскелета, которая допустим в случае тубулина явно в ряде групп протистов приводит к появлению новых функций, допустим образованию новых типов псевдоподий у форминифера радиолярий. У них просто дуплицировались гены альфа, бета, тубулина и одна из копий приобрела или то же самое у амибазоа актин тоже явно представлен большим числом копий, часть копий выполняет другие функции и так далее. Вот с это скелетом мне сразу приходит на ум масса примеров. Конечно, с это скелетом есть примеры, то есть с генами потом тоже есть примеры. Я ни в коем случае не имел в виду, что нет случаев, в которых эволюция идет таким образом, потому что мой посыл скорее в том, что эволюция идет каким угодно образом, и в некоторых случаях она идет путем действительно, у нас есть гены, которые выполняют, то есть в случае с генами цитоскелета, равно как с генами хокс-генов. С ними что примечательно, это то, что их функция она строго пропорциональна их количеству, то есть если у вас больше этого цитоскелета, то он должен куда-то деваться, он будет построиться, если производится больше актин, то в клетке будет больше собственно структуры цитоскелета, и тут отбор будет работать примерно таким образом, как он и предполагал. Просто для генов, для белков, которые выполняют не такие как бы однозначные функции, которые как-то взаимодействуют друг с другом в более сложном пространстве, оно все менее прозрачно. Но в случае с тем же актином я просто я не изучал этот вопрос настолько глубоко, но то, что когда я смотрел про генов цитоскелета, меня удивило то, что оно не прослежено как бы дальше вглубь, потому что у нас есть как бы несколько видов, которые мы сравниваем. Откуда оно вообще все взялось и как оно туда пришло не совсем, мне лично было не совсем ясно, но я как бы с готовностью готов согласиться, что оно происходит именно методом такой классической неофункционализации или сабфункционализации скорее данной ситуации, потому что все-таки мы продолжаем цитоскелет. Ну как бы да, просто это здесь проблема скорее не в том, что эти примеры неправильные, а в том, что на этих, на таких примерах, или например гены апсинов или гены этих лофакторных рецепторов, они строго специальные гены, их функция отличается от функции большинства генов, которые работают в клетке, и эти же механизмы, я имею в клетке как бы в интерактоме, а не просто создавать структуру в клетке, и эти функции будут работать с моей точки зрения немного иначе, вот какой-то такой ответ. Спасибо огромное, и маленькое замечание, можно вот слайд, где была фосфолипаза позвоночных, их эволюция, и такие разноцветные кластеры генов превращались в схемы в виде рыбок. Можете показать вот это место? Сейчас разноцветные превращаются в рыбок. Сейчас, момент. Непосредственно перед тем, как они превратились в рыбок, я так понял, что серые кружочки обозначали непосредственно перед этим они обозначали что-то, что было сомнительно или неверно проаннотировано в базах. И вот справа внизу серый кружочек, он так и остался серым. Это ошибка или что-то значит? Это просто ошибка, это ничего не значит. Ну, это хорошо подметили, это здорово, я не замечал. Это просто ошибка. Просто да, тогда просто замечание. Спасибо большое. Извините, просто интересный доклад и много вопросов. Я правильно понял, исходя из контекста, что гадюки произошли от гремучих змей? Нет, они произошли скорее, как бы, у них общее расхождение. то есть там кратолинские естественские группы, да, гремучие и гадюковые. Современные европейские гадюки, но они все называются гадюковые, просто они делятся на питвайпер и на собственно гадюковые гадюковые. То, о чем вы говорили о ядах, это пример параллелизма, грубо говоря. В близких группах произошли какие-то параллельно сходные изменения. Нейротоксины произошли параллельно, то есть сейчас я верну, просто с ним чуть-чуть попроще было, конечно, там эта схема достаточно жуткая. Сейчас, момент. Так, вот это европейская гадюка, то есть у нее нету, у нее есть гены, из которых будут происходить нейротоксины, но у самой нет нейротоксин. И точно так же у некоторых гремучих змеи у них нет этих нейротоксинов, но происхождение вот этих нейротоксинов параллельно, потому что внутри гремучих змей, внутри самого рода Кротовус, он происходит путем удвоения вот этого куска. А бразильский систрурус, он происходит удвоением, то есть в нем нейротоксин происходит удвоением другого куска. Вот это точно параллелизм, то есть как будто нейротоксичный димер, который всегда считался в ядах, что это одно и тоже. Его происхождение соответственно Четко параллельно. Но если мы сравниваем гремущих змей, то есть мы сравниваем кратолина и дальше с европейскими гадюками, то у них весь этот кластер генов уже есть. Просто у гадюк он претерпевает только одну или две дупликации, которые дает только новую функцию здесь. То в случае с кратолиной они просто как бы удваивают и меняют другие гены. Но сам по себе этот кластер уже ядовидит фосфолипаз, у них присутствует. Пока мы на этом слайде, у меня есть более общий вопрос. Как можно из фосфолипазы получить нейротоксин? Понятно, как фосфолипазы действуют как я. Рушим мембрану, цитоплазма вытекла, гистолиз – это незаживающая рана. А вот нейротоксин, в моем понимании, это что-то очень специфическое, это что-то, что должно ингибировать какую-нибудь синаптическую щель или какой-нибудь ионный канал, заставить, блокировать. Это что-то из одного так быстро получается другое путем дупликации. Ну, то есть я не вспомню, как они конкретно блокируют. Они блокируют, собственно, передачу в синапсе. Я, честно говоря, не вспомню, это прессинаптическая или постсинаптическая. Но тут, да, я, к сожалению, не смогу дать больше информации. Но факт с фактом, что для этого почему-то нужен этот димер. То есть, вероятно, либо этот димер не как-то блокирует сам по себе, потому что один и тот же димер развивается, соответственно, двумя разными образами, в двух разных мире. Ну, да, я, к сожалению, не вспомню, как это конкретно происходит. И птицы, да. Какие ядовитые птицы бывают? Какие бывают ядовитые птицы? Я, честно говоря, не знаю ядовитых птиц, но есть подозрение, что были ядовитые динозавры. То есть, скорее всего, были. Но с ядовитой птиц мне неизвестно. Нет, а у вас... А, или это я неправильно понял, что у вас шла речь о возникновении каких-то токсинов у птиц именно? Не токсинов, а та же самая фосфолипаза, которая дает токсины у змей, она дает совершенно новую форму птиц. Но проблема с птицами в том, что никто никогда не изучал это. И совершенно неизвестно, что они выполняют. То есть, неизвестно, что этот белок делает у птиц вообще. Потому что, грубо говоря, никто до меня не смотрел на этот белок никак. То есть, пока можно выдохнуть ядовитых птиц? Пока можно выдохнуть, да. Последний, честно, последний вопрос. Но он философский. Как бы у вас такое противопоставление эволюции путем дупликации генов и вот такой эволюции, как, например, мы видим на этой картинке, путем изменения функций разных экзонов, разных частей гена. Вот вам не кажется, что, в принципе, тут противопоставления как такового и нет? То есть, все равно идет принцип, дупликация какого-то кусочка и дальше либо один утрачивается, другой работает, либо они немножко выполняют разные функции. То есть, в принципе, да, это, конечно, уточнение, но это не принципиально новый механизм. Все равно удваиваем, потом разделяем. Ну, как бы, если обобщать это до такого образа, то да, как бы, с одной стороны, да, только с маленьким дополнением того, что здесь, как бы, этот важный элемент, который немного проскочил, это то, что вот эта вот желтенькая фосфолипаза, она уже есть у кобор. И, как бы, ее предшественник хорошо виден у ящериц и, вот, например, если мы возьмем на этот слайд, то уже у игуаны уже есть что-то примерно более похожее на то, что станет ядом. И тут, как бы, видно то, что новая форма возникает задолго до, то есть, как бы, игуаны, где игуаны, где змеи, да, то есть, она возникает задолго до, потом она начинает оттачиваться до момента, когда она уже готова выполнять ядовитую какую-то роль. И после того, как она вот, то есть, если мы возьмем вот этот ген у кобры и, я не знаю, трансформируем гадюку так, что теперь у нее только этот ген есть только вот этот вот, а нет ничего гадюкового, то она все равно будет, как бы, ядовитая, потому что она будет все равно выполнять ядовитую функцию. То есть, тут, скорее, идея в том, что новая структура, по крайней мере, в данной ситуации, она возникает миллионы лет до того, как начинает происходить собственно удвоение. Но, конечно, в куске, когда уже пошел отбор на более хорошие яды, там, конечно, происходит удвоение, но просто это удвоение происходит, то есть, у меня, скорее, противопоставление не идея удвоения гена, мое противопоставление, скорее, таким очень простым моделям, которые очень просто рассматривают гены, как вот то, что это вот одна единица, и вот она вот удвоится, и как бы нет ничего между этим. Так как удвоится, может, половина этого гена, или два с половиной гена, то есть, как бы, скорее об этом. Ясно, спасибо большое, стало яснее. Все, вопросов больше не имею, еще раз большое спасибо за доказательство. Спасибо большое за вопросы. Тут у нас еще два вопроса. Пожалуйста, вопросы. Ну, я вижу, да, но люди должны их задать или они... Здравствуйте, меня зовут Виктория, я из Томского государственного университета, студентка, и я хотела вас спросить, возможно ли вообще как-то предсказать, какие гены будут вот реплицироваться, эволюционировать, потому что вы говорили, что какие-то гены больше предрасположены к репликате, да, какие-то вообще не затрагиваются. И вот есть ли какие-то маркеры у них, например? Ну, в таком, если мы сделаем такой сравнительный геномный анализ, то да, мы можем сказать, что, например, ген внутри, вот в середине этого кластера, у него будет вероятность дупликации выше, чем вне кластера. Это не значит, что гены по сторонам никогда не будут дуплицироваться, это просто значит, что вероятность того, что новая какая-то функция, новый ген появится из середины вот из этих вот куска генов, она в разы выше, просто потому что так произошло уже у птиц, так произошло у млекопитающих, так произошло у гадюковых. И если мы разобьем эту мысль на такое более фантастическое пространство и проследим вот таким вот образом, сравним геномы, по крайней мере, все существующие геномы, да, то есть если мы проведем такой сравнительный геномный анализ, мы, конечно, сможем сказать достаточно точно, что какие гены, у которых будет большая вероятность дупликации, у которых меньше, потому что как бы эти гены уже протерпевали такое. То есть в сравнении оно становится ясно, но с точки зрения одного конкретного генома, конечно, нет. А вот еще вы говорили насчет того, что сначала может возникнуть необходимость развивать признак, и только после этого гены начнут реплицироваться, эволюционировать. Можно ли вообще как-то исследовать этот феномен? То есть мы же не можем в лабораторных условиях дать какие-то факторы, которые повлекут за собой эволюцию генов, и с помощью этого проследить, как именно все это происходит. Это вообще можно как-то исследовать? Да, это можно. То есть, конечно, на эукариотах это исследовать, ну, то есть можно на протистах это исследовать, но в целом на многоклеточных эукариотах это исследовать, конечно, не здорово. Не просто, ну, просто ввиду количества поколений, сколько поколений длится. Но на бактериях и на дрожжах уже есть несколько, какое-то количество работ, которые показывают, например, что устойчивость к антибиотику, то есть когда мы помещаем бактерию или там дрожжи в неблагоприятную среду, то не то, чтобы там все гены начинают мутировать, а начинают мутировать какие-то выбранные гены. И пока ясности в этом вопросе, конечно же, нет, но изучать это однозначно можно, вот именно таким образом. То есть мы берем бактерию, убираем из нее ген, не знаю, там, чувствительности к ампициллину и кидаем ее в ампициллиновую среду. И дальше мы смотрим, какие гены начинают испытывать больше отбор. Ну, то есть какие гены начинают мутировать быстрее, какие медленнее. И на бактериях это можно посмотреть здорово. Просто в этом направлении как бы мало кто мыслил, потому что парадигма мутаций, она настолько велика. То есть парадигма того, что мутации случайные, то есть вероятность мутаций одинаково на протяжении всех нуклеотидов, она настолько велика, что люди просто даже не думают в эту сторону. Люди очень боятся телеологии, люди боятся того, что покажется, будто бы мы говорим, будто бы организм видит свое будущее. Но, конечно, организм не видит будущее. Просто если мы возьмем теорию эволюции и развернем ее до ее логического конца, то абсолютно очевидно, что крайне адаптивно уметь эволюционировать правильно, потому что это просто гигантское преимущество. И с точки зрения просто какого-то боязианского анализа, это, вероятно, представимо, что на механистическом уровне организм видит лучшие и худшие способы эволюции. То есть, конечно же, там нет никакого дизайнера, там нет никого, кто бы думал, но система, скорее всего, может воспринимать изменения и реагировать на эти изменения. То есть, система эволюции, канализации, мутации, она может воспринимать это. И, скорее всего, она как-то так и работает. Изучать это действительно можно на бактериях и дрожжах. Просто это пока только в самом зачатке. Хорошо, спасибо. Вопросов больше нет. Пожалуйста, еще вопрос. Здравствуйте. То есть, я правильно понял то, что вероятность мутации того или иного гена зависит именно от, она не случайна, а зависит от каких-либо биохимических особенностей? Я бы скорее, то есть, наверное, да. Да, но я бы добавил к тому, что, судя по всему, она зависит еще и от положения гена в геноме. Она зависит от как бы соседей этого гена, она зависит от того, она зависит от функции гена. То есть, я подозреваю, что она зависит еще от как бы многих других вещей. То есть, ни в коем случае я не имею в виду, что непосредственно скорость мутации будет пропорционально, ну или как-то зависеть от выполняемой функции. Скорее, выполняемая функция является одной из вещей, которая влияет на скорость мутации конкретного гена. Но вот оказаться в каком-то благоприятном участке генома, как, например, вот здесь в середине, да, оно явно влияет. То есть, тут не очень понятно, что раньше курица или яйцо, а что раньше функция или кусок генома. Но то, что очевидно, это то, что не все гены одинаково мутируют. Понятно. Благодарю. Пожалуйста, еще вопросы. Из аудитории. Здравствуйте. Спасибо, очень интересный. Я хочу спросить, работают ли гомологи в эскалипас, о которых мы говорили, за пределами тетрохода, например, у ядовитых рыб или у вторичных народов, у морских ферзей и даритов? Тут тяжело с гомологами, потому что мы пока не проследили, ну, то есть мы, в смысле, люди, мы пока не проследили фосфолипазы так далеко. То есть вот то, что я проследил, это самое как бы далекое, что вообще когда-либо было сделано. Что, на самом деле, для меня очень удивительно, но как бы никто не прослеживает эволюции генов на 300 миллионов лет, как бы, ну, в смысле, в тетроподах так далеко. И тяжело сказать, где гомологи, а где не гомологи. Но, конечно же, эти фосфолипазы должны были откуда-то взяться. И в ядах рыб и присутствуют фосфолипазы, точно так же, как в ядах пчел присутствуют фосфолипазы. И с точки зрения логики они должны быть где-то родственными, где-то там далеко-далеко они как бы гомологичны. Но это другие фосфолипазы, они будут чуть-чуть по-другому выглядеть. То есть это не фосфолипазы группы А2, это там будут фосфолипазы группы, там, не знаю, А3 или Б. И тут проблема в том, что они, их номенклатура, она сделана по принципу схожести белковой структуры. А, естественно, белковая структура может возникнуть с одинаково разными путями. Поэтому тут тяжело сказать, где гомология, где нет. Но однозначно фосфолипазы, конечно же, присутствуют в ядах пчел. Но в случае, например, с теми же пчелами, там то, что интересно, там у них одна единственная фосфолипаза. То есть если взять пчелу, взять муравья, взять осу, у них в ядах у всех будет фосфолипаза. И у всех она в одном единственном числе. Никуда она не выбаивается, как она была одна, так она и есть. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Если кто-то хочет высказаться, есть такие? Можно небольшой вопрос? Я тут не нашел, не принять руку. Конечно. Да. Здравствуйте. Спасибо еще раз большое за очень интересный доклад. Хотел вас узнать. Большая часть доклада была посвящена вопросу эволюции через дупликацию, ну или не через дупликацию, но тем не менее. Через приобретение новых функций, имеющимися генами. Известны ли примеры появления каких-то генов, кодирующих компоненты яда у ядовитых рептилий, у змей или у ящериц через горизонтальный перенос? Потому что, например, для некоторых ядовитых пауков предположительно подобные примеры известны, когда от эндосимбионтов происходили некоторые токсины. И есть ли такое среди позвоночных какие-то примеры подобного? Насколько мне известно, нет. Но вот касательно той работы есть большие сомнения, что у них, может быть, были не очень чистые библиотеки транскриптомов. Там проблема с той работой и такого рода работами – это то, что они делают выводы об эволюции генов, исходя из транскриптомов. А с моей точки зрения это не совсем корректно, потому что если мы возьмем, опять-таки, те же самые пресловутые фосфолипазы, до того, как люди начали смотреть их на геномах, верили, что есть там их 30 или 40 копий. И явно предсказание, исходя из транскриптом, оно не совсем корректно, потому что, во-первых, это транскриптом, он уже явно особая вещь. А во-вторых, он собран ассемблером, скорее всего, Trinity. По-моему, в случае той работы это именно Trinity. Trinity допускает ошибки, Trinity может создать химерные транскрипты. И там есть… Я бы, короче, не стал верить вот той работе. Я знаю этих людей, и мы с ними до сих пор не очень согласны по этому поводу. Вы, простите, про какую работу? Про работу, где они показывают, что у паука есть бактерии, вернее, токсин из бактерий, и он у них встраивается, то есть горизонтальный перенос гена из бактерий в паука. Это просто было в нескольких разных работах. Это хорошо, потому что я… Я знал только одну работу. Но с точки зрения возможности, почему бы и нет? Но на уровне… Я не поверю в это, в общем, пока я не увижу геном. А геномных таких работ я не видел. То есть если они показывают на уровне генома, в это стоит верить. Но так или иначе, отвечая на ваш вопрос, нет, таких работ и ничего такого не было известно на позвоночных. Спасибо. Пожалуйста. Я за то, что из эволюции генов нужно смотреть исключительно на геномах. То, что транскриптомы, они недостаточно, потому что они сильно могут давать ошибочные данные. Пожалуйста, еще суждение. Андрей Грифович, вы не хотите, что-нибудь сказать? Ну, я могу сказать. Я могу только выразить восхищение. Я не знаю, вам бы какие-нибудь лекции делали, наверное, нет? Ну, я выступал с некоторыми, несколько докладов делал по этим темам. Но вот такого большого доклада я, конечно, не делал пока. У вас явная, да, такая и склонность, и возможность делать вот такие вот лекционные именно презентации. Хорошо. Первое, что отметить, но это как бы форма, да, форма того, что было. Ну, а по сути, по сути, очень приятно, когда конкретные вещи выводят на большие обобщения, когда мы начинаем, разбирая какие-то молекулы и какие-то конкретные, может быть, частные моменты, в конце концов говорить об общей эволюционных закономерностях. И это сегодня звучало, и, по-моему, аудитория завелась немножко на обсуждение этих моментов. Это все очень здорово. Если говорить о моих личных предпочтениях, они, ну, во-первых, мне все это очень нравится, да, вот эти рассуждения и по поводу его построения, эти тоже очень нравятся. Ну, я бы единственное вообще не употреблял слово «отбор», который звучал, ну, вот это слово очень часто. И у меня есть такое подозрение, что именно вот это слово, сидящее в подкорке, оно мешает немножечко нам настоящие механизмы начинать искать, да, и находить настоящие механизмы, которые движут вот все это безобразие, которое на самом деле вот мы сегодня увидели и мы наблюдаем. Вот, но это вот мое чисто частное такое мнение, а вообще очень здорово, и, конечно, побольше бы вот нам таких такой информации. Мне, кстати, очень приятно, что вот у нас на кафедре вот Егор Репкин задавал вопрос, да, вот они как раз сейчас начали тоже заниматься отчасти ядами. Ядами у нас этого не было раньше, так что я считаю, что очень в дугу и в этом смысле тоже это сообщение, сегодняшний доклад. Вот, спасибо большое. И как бы касательно отбора, возможно, то есть я не думал об этом никогда, но в этом плане вы, наверное, правы. Просто, наверное, нет еще как бы философского, лингвистического, так сказать, инструментария для того, чтобы об этом говорить. И, наверное, действительно багаж, он мешает об этом. Ну, то, что он не появится, если мы все время будем там вот этот, да. Если мы его уберем, нам будет чего-то не хватать. Да. Наверное, двинемся в какую-то, ну, я надеюсь, правильную сторону. Спасибо. Спасибо вам. Огромное. Давайте поблагодарим. Есть кто может... Давайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. А вот еще рука я смотрю. Нет, это аплодисменты. Это аплодисменты. Это две руки. Это Василий Владимирович. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо.